Детская площадка под снос. Жители микрорайона Запрут-2 встали на защиту единственного в округе места досуга для ребят. Несколько лет назад общими усилиями здесь была организована игровая зона. Однако затем объявился новый арендатор участка и у него оказались на землю другие планы. В проблеме разбирался Евгений Гуляев. Микрорайон Запрут-2, ТСЖ, Солнечная долина. Улица Варфоломеевская. Более пяти лет назад здесь силами и средствами родителей была организована детская площадка для ребят со всей округи. Земля под площадкой муниципальная. Жители собрали пакет документов, чтобы взять ее в аренду и поддерживать досуговый объект в надлежащем состоянии. Однако не сложилось. Мы узнали, что наша площадка передана в аренду некоторому господину. Мы считаем, что наше право нарушено. Нам отказали, чтобы мы взяли эту площадку в аренду. Площадка необычная. Состоит как из детской игровой, так и из зоны для баскетбола и волейбола. По словам жителей, сюда сообща вложено более пяти миллионов рублей. Теперь все возведенные конструкции, возможно, уйдут под нож бульдозера нового арендатора. Беспокоятся люди. Он собирается демонтировать площадку. Несколько лет назад этот человек вышел к нам с предложением купить у него этот участок. А как купить участок, который он арендует? Для нас это была очень такая, скажем, ситуация непонятная. Поэтому мы считаем, что есть нарушение при выделении этого участка в собственность в арендную пользование данному человеку. У меня два ребенка. Они выросли на этой площадке. Сначала дочка старшая, теперь сын растет. И каждый вечер, приезжая со школы, они только и говорят о том, что мы встретимся с друзьями, погуляем, поиграем. Площадка – подход для всех разных возрастов. Здесь очень интересно и маленьким детям, и большим детям на корте. Можно поиграть в теннис, баскетбол, волейбол. Также ко мне приходят гости, все мои племянники. И мы все идем дружно гулять на детскую площадку. Также люди рассказали, что когда-то здесь были земли местного совхоза. Затем территория была размежевана и продана. Этот участок не трогали, так как якобы он изначально предназначался именно для обустройства места детского досуга. За разъяснениями мы обратились в городскую администрацию. В департаменте земельных отношений нам сообщили, что земельный участок на законных основаниях был предоставлен в аренду физлицу на 20 лет. А в департаменте ЖКХ считают, что площадка, в которую жители вложили собственные немалые средства, бесхозная и не соответствует требованиям безопасности. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, безхозяйная детская или спортивная площадка, состояние которой признано неудовлетворительной, подлежит демонтажу. У жителей микрорайона Запрут-2 есть возможность обустроить детскую игровую спортивную площадку за счет средств бюджета города. Жители микрорайона сдаваться не собираются, обратились к губернатору Пермского края, готовы искать правды в суде.